Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для того, чтобы человек воспринимал эту информацию, которую мы платим, его нужно увлечь. И вот появляется история, в которой человек начинает интересоваться. У него возникают эмоции и чувства. Сегодня исследователи говорят о том, что те эмоции и чувства, которые человек испытывает по отношению к какой-то истории, их воздействие на подсознание человека, непонятно, потому что ничто, ни распоряжение, ни факты, ни аргументированное объяснение, ни философские размышления не действуют так на человека, как и судьи. Особенно если у них есть динамичный интересный сюжет, если у рассказчика есть мастерство рассказывания, искренность и поддельность, человек быстро проликается. И, конечно же, это прекрасная возможность для того, чтобы убедить человека, для того, чтобы мотивировать человека и вдохновить на что-то. Так вот, если говорится о супервизии, и дом супервизии является конкретный случай, чья-то история. Если говорить о том, что важно человеку в профессии, то в первую очередь человеку важен он сам и, конечно, другие люди, которые его окружают. Как они могут сделать его лучше или лучше. Сейчас моя история для вас. Был прекрасный зимний день, стояла прекрасная погода, солнечная, тихая. Стая волкова загнала собаку. И угрожает ей тем, что они ее съедят. Собака стала проситься и говорить. Ребята, ну давайте мне кути меня есть, я знаю тонкости охоты, я покажу вам лучшие места. Окей, подумали и решили оставить собаку старой. Два года они жили вместе, охотились, все было прекрасно. Собака была очень эффективной. Но тут настала холодная злая зима, с большими морозами и бескучими. Стая голодала, разозлилась и съела собаку. Пару костей закопали, сидят, думают, что написать на огромном пете. Давай напишем о друзей. Не, ну какие же мы друзей, мы что-то повесели. Ага, давай напишем о травах. Донебрагировать жили два года, охотились вместе и была нам полезна. Потом они написали от коллег. Как раз, как и в рамках технологии и коррегиальной супервизии, мы будем разбираться с тем, насколько ценен по полу коллектив для каждого человека. И если мы владеем инструментами направления коллектива, работой с коллективом, насколько он может помочь с побочком дневному человеку не испытывать, пожалуйста, свои цели, не оказываться вечным и удачником, не чувствовать себя бесконечным стажером, и не испытывать профессиональное одиночество, которое зачастую сквозь на человеку с коллективом. Сегодня в рамках супервизии мы с вами разменемся и ответим для себя на три основных вопроса. Что такое коллегиальная супервизия? Почему мы ее проводим в рамках федератической практики? И каким образом она проводит? То есть непосредственно сама технология. Что касается того, что такое коллегиальная супервизия? Коллегиальная супервизия направлена на оказание профессиональной помощи и поддержки в группе, примерно равном по опыту и возможностям коллег, в рамках которой достигается расширение концепций, подходов, теорий и решений сложных профессиональных задач за счет мнения всех участников группы. Таким образом, срабатывает групповой эффект, когда каждый человек, обладая определенным опытом, взглядами на решение той или иной проблемы, это расширяет возможности ее решения, появляется многообразие различных перспектив. Что касается того, почему мы ее проводим, ну, если говорить о том, как устроена современная жизнь, то для вас не секрет, что особенно в педагогической сфере люди очень заняты, у них много проблем, и не каждый хотел бы после своих занятий оставаться и решать проблему Иванова, Петрова и Сидорова. То есть, по сути, такой площадки нет у нас на сегодняшний день. И для того, чтобы организовать, скажем так, такую технологию, необходимо вот такое место, где люди могут собираться, обсуждать, учить и профессиональные затруднения. Поэтому, конечно, должна быть форма какая-либо для того, чтобы люди могли собраться и место для ее организации. Что касается того, что дает себе людей человеку, она, конечно, дает возможность, во-первых, проявиться эмоциями и чувствами. Каждый человек, который участвует в субъюзии, может обозначить свою проблему, понять, какая причина ее возникновения, получить обратную связь от коллег и наметить пути дальнейшей работы. Что важно для человека, который, может быть, находится в очень сложной персональной ситуации. Следующий слайд, пожалуйста. Сейчас на слайде представлены еще следующие. Функции и результаты коллегиальной супровизии, я на них отдельно останавливаться не буду. Я сейчас отдельно останавливаюсь на целевой группе. То есть, кто может включаться в такую своему работу? Ну, во-первых, это обучающиеся. То есть, студенты, которые уже получили опыт в практической деятельности в рамках лабораторных занятий, на практике, если они уже проводили какие-то занятия, уроки и другие мероприятия учреждения по образованию. То есть, уже понимают, что такое учителя, с какими проблемами они столкнулись. Важно это для обучающихся по разным причинам. Во-первых, для того, чтобы понять, как эта технология работает и поучаствует в ней самому. Во-вторых, овладеть этим инструментом, чтобы потом в своей профессиональной деятельности можно было его использовать для работы с родителями, с детьми и, возможно, со своими коллегами. Конечно же, это молодые специалисты, следующая целевая группа. Это стажеры, как мы их называем. И последняя группа – это опытные педагоги и профессионалы. Вы можете удивиться, почему эта группа тоже может фабрикаться и активно работать в рамках технологии по региональной супервизии. В 2016 году в Соединенных Штатах Америки было проведено исследование, в котором участвовало 500 сотрудников колледжей. И в рамках этого исследования выяснялось эффективность принятия решений человеком на рабочем месте. Причем решения были абсолютно разные. Если вы руководитель этого колледжа, то ваши управленческие решения. Если вы преподаватель, то как вы доставляете отметки студентам. То есть там очень многофакторные такие были исследования. Что они выявили? Что в менее чем 50% люди, находящиеся в середине карьеры и до 40 до 50 лет принимают эффективные решения. То есть в менее 50% эффективных решений. Конечно, это выделило исследователей тоже. Потому что гипотеза была совсем другая. Считалось, что люди уже опытные. И они, конечно же, очень близки к совершенству. Оказывается, какие факторы объединили всех этих людей. Первое. Это ловушка старого спорта. Когда человек достигает определенного дохода, определенного уровня своей профессиональной деятельности, он начинает сопротивляться изменениям. Для него очень важно сохранить вот это существующее положение. Он очень негативно, нервно, агрессивно реагирует на какие-то предложения пойти где-то поучиться. То есть ему важно выполнять активные задачи, не приобретая каких-то новых навыков. Это первая ловушка. Следующая ловушка – это когнитивное искажение. Когда человек достаточно опытный, принимает решения, очень часто основываясь на своем особом чутье. Часто можно слышать коллег, «У меня чутье одно решение этих проблем». Либо он сходу анализирует какую-то ситуацию. В чем проявляются вот эти когнитивные искажения? Когда человек очень быстро принимает решения, не думая, не советуясь методически, не анализируя какую-то ситуацию, он подбегается тому, что у него будут неправильные интерпретации, он будет неправильно оценивать такие-то вещи и, конечно, устраивать реалистичные перспективы. И последнее, что объединяло сердцем людей – это ее колени. Та информация, которая попадает к нам в фокус нашего внимания, она у нас застревает. Мозг человека начинает лениться, искать новые подходы, аспекты, даже слова. И таким образом, при принятии какого-либо решения, мы очень часто полагаемся на ту информацию, которая быстрее всего всплывает в нашей памяти. Ну, для примера, это вид свежих новостей. Почему свежие новости, мы свежим новостям не даем такое большое значение? Потому что они еще не успели, наверное, забыться. То есть вот такая ситуация на сегодняшний день для опытных педагогов, профессионалов, которые имеют уже достаточно большой опыт работы в педагогике и находятся в середине карьеры. Вот это целевая группа. Таким образом, в технологии супервизии может охватываться абсолютно любых профессионалов, причина от получающихся и заканчивая уже людьми, которые достаточно много проработали в образовании и могут также такую форму работы организовать. Я сейчас хотела бы, чтобы мы сомкнули с вами круг и мы еще раз напомним наши имена, оденем бейджи, если бы не принесли, мы сделаем новое. Вспомним наши имена и познакомимся с теми, с кем мы еще не знаем. Я хотела бы, чтобы вы поделились своим настроением и еще большими ожиданиями от супервизии. Пожалуйста, если мы можем, снижайте, пожалуйста, я вам взял на воспитанцию. Продолжение следует... Пожалуйста, я прошу, кто желает начать, представиться, показать нам о своем настроении, какие ожидания у вас в новом георгии регионной супервизии? Чтоб не съели. Чтоб не съели. Да, это вопрос, что истории хорошо запоминаются, видите, кому что важно. Ну, конечно, хорошо. Меня зовут Илья, участвор на институте психологии. Ну, то, что на занятиях я присутствовала, мы ожидали, чтобы дети оправдались, я надеюсь, что так сегодня. Спасибо большое. А там на индустрии тоже готовы. Настроение хреново, я не очень много. Тоже хорошо, я имею в виду право. На другое, но я сказала, что мы все. А, понятно. Да, я так и отлично. Меня зовут Ольга, представляю публика физико-математический. Настроение озадаченное, если так можно выразиться, на начале учебного года. И ожидают занятий, получение новой информации и получение новых эмоций. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Здравствуйте, я представляю публика эстетического образования. На семинаре первый раз. Настроение связанное с лопатством. Ожидание, что лопатство будет выполнено. Спасибо большое. Наталья, добрый день. Публика эстетического образования. Я приятно удивлена темой, на которой я должен быть в рамках успеха. Потому что считаю, что на самом деле наш профессиональный взгляд вообще личный взгляд. Он зависит от очень многих вещей, а вот от тех вещей, которые вы продавали, мы, наверное, не подозреваем, но они зависят в первую очередь. И очень хорошо, если с вашей помощью мы избавимся от каких-то моментов, которые мешают нас узнать, надеясь узнать, добываться успехом в тех, которые вы хотели бы дать. Спасибо. Добрый день, уже на коллеги. Меня зовут Ольга, я деда членного образования. Ну, настроение, наверное, осеннее, ваш тихо падающего леса. Так вот так. Ты очень сильно чувствуешь отдыхание осени. Вот и хочется как бы пешать и наслаждаться. Вот, вот сегодняшнее занятие, в принципе, ожидания такие, что, ну, как, кто-то меня интересует, ты очень как, приобретете эти камни. Спасибо. Разрегче меня зовут Ольга. Я представляю, как вы отмечаете на образование, настроение, ну, скорее всего, я буду знать. Какие ожидания, узнать что-то новое, ведь я думаю, что что-то новое. Я Оксана верю, спасибо. Что такое супервизия? Уже новое. Поэтому, что? Ольга. Меня зовут Ольга. Ольга. Какие-то, что вы отмечаете, вызывания, то есть, больные, идем формально, в рабочий день, в концерт открыт. И ожидания соответствуют, если я хорошо завершил этот рабочий день. И технологии интересные. Они, я слышала, конечно, могут поучаствовать. Ну, Леона. Спасибо большое. Меня зовут Валя. Представляет СОМО. Кто-нибудь, как-то, что-нибудь в СИГРО? Я вас отбираюсь, это СОМО. Мы так вас ассоциируем. Спецгруппа с уникальными умениями. в ожидании, что в конце методического семинара кто-нибудь запомнит на бреа ревиатуру или расшифровка. Нет, настроение, на самом деле, вот уже сейчас, да, то есть, вот, тревожное было как-то все не здесь, не обрывались контексты. Вот уже сейчас, вот, в теме, как-то, уже так, у меня появился, уже интерес, да, и первое, я ждала все-таки люди, какие-то технологии, да, то есть, как проводить, да, то есть, таких, как для этого можно будет исследовать. Спасибо. Добрый день, коллеги, меня зовут Наталья, представляю экологичный факультет, настроение неосповедным, залучаюсь до большинства какого человека, осенней, минорной, светлой, еще. От сегодняшней встречи, особенно для себя, чекаю, руйнования, разрушения стеротипов. дадите, хочу новое, и хочу повысить статус, хочу доведаться, я просую для этой технологии, как бы они помогли мне, мне помню, в следующей статусе. Спасибо, класс, два, я запрямую. Дядя, 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 повысить, повысить, взрослый, с вами, не раскрепить. Добрый день, меня зовут Людмила, я представляю филологический факультет, настроение, наверное, как у всех осенние, но с пробиванием, солнышко, и мне все-таки мечтой о золотой осени. О технологии слышу, но конкретно хотелось бы посмотреть, как она работает, поэтому что много? Спасибо. Добрый день, меня зовут Галерия, я чувствую, я делаю мастерство знаний. Для меня, для технологии, да, очень много, поэтому много вопросов хотелось бы получить на этом. Спасибо. Добрый день, меня зовут Наталья, физико-математический комитет, настроение не покойное, хорошее, не покойное, ожиданий нет никаких, я еще не дошла в парк. Отлично. Добрый день, я зовут Сергея, я стала истористикой, это будет настроение хорошее, можно ждать, значит, приучить много знаний, технологии, еще какие-то интересные технологии, что вы делаете. Спасибо, наверное, Сергей начнется уже хорошее настроение, мне надеяться. Нет, да, ведь это не парк, оно у меня было нервозное с утра, с уже связано с профессиональными проблемами бумажными, вот, поэтому, ожидания, мне кажется, что здесь настроение не поднимо, я выдаю с новыми знаниями и с приятными впечатлениями. Спасибо. Добрый день, меня зовут Галина, вы будете физического воспитания, вот у меня, как у всех, нарисована солнышко-сточка, значит, оно пасмурная цифра, но очень радостно, что было солнечное утро, да, уж было как-то приятно выходить на улицу. Что я ожидаю, я вот думаю, почему здесь начальство, надо такое, ну, больше начальство, но такое, чтобы они, ну, не надо. Какое-то надо начальство, я вам начальство. Да, чтобы здесь, вот, как бы, чтобы, что-то вот, кроме нас, да, что мы здесь, получаем профессиональную поддержку, ну, чтобы и начальство вместе с нами, да-да, научилась, научилась вот такому решению, ну, как бы, это, из того, что я услышала, да, где-то, может, какие-то, два раза, это слово слышала, но не придавало ему значения, да, чтобы налаживать, там, отношения в коллективе, потому что ситуации в коллективе бывают разные. Я думаю, что, если вы сегодня разберетесь с ней, то у вас будет прекрасная возможность обучить свое начальство, это, да, всем здравствуйте, меня зовут Дарья, я работаю на историческом факультете, настроение у меня хорошее, я никогда не слышала о супервизии, и когда ехала сегодня на занятия, я почитала в этом, и нашла практически никаких реальных примеров, только теорию, поэтому мне очень интересно, как ты не делаешься на практике. Спасибо большое. Добрый день всем, меня зовут Елена, я работаю в социальной технологии, у меня сейчас замечательная пострадания, до этого было очень прихожное, потому что кто-то преодолеет, что огромное препятствие, для того, чтобы попасть сюда, очень хорошо. Я ожидания, я хочу погрузиться в супервизию, и выгнать, я хочу повышен, в конце месяца, в месяц, в последующий штаб. Спасибо большое. Меня зовут Анна, я представляю, по сути о школьном образовании, поводу настроения, пока ничего не могу сказать, потому что сострения немножко не очень, поэтому я готова подслушать, сегодня не очень сильно участвовалась, но я получила стремать, пытаться к выводу активно, у меня очень активно выключилась. Понятно. Теперь я, меня зовут Лидер, представляю своих повышений, квалификаций, при подготовке, и, в первую очередь, мне интересно узнать, с другой стороны, Миньдиоти, потому что я не знаю, как декана, а сегодня узнаю, как преподаватель. И, в первую очередь, мне интересно, вообще, что такое супервизия, потому что, при организации, повышенном, практикация стажировки, мы сталкиваемся с такой формой занятий, но я не знаю, еще другом, что это дороже, поэтому сегодня я узнаю, что я уже смогу консультировать их место. Спасибо. Ирина Криво. Ирина Криво. Ирина Курзенковская, у нас есть средства знаний, что мы делаем великолепно принадлежаться в логовом. Хотела бы очень узнать о супервизии, чтобы разговоры, которые мы с коллегами ведем в течение месяца об обучении 96 наших новых привычных туркминов, как алгоритмизировать и оказывать друг другу психологическую, энергетическую помощь Нас будут удалить. Возможности для меня. Поэтому большое вам всем спасибо. Ожидаю я, что мне удастся задуманные цели и задачи реализовать сегодня, чтобы каждый из вас вынес этот инструмент. Это мои самые большие ожидания. Меня тоже зовут Лина. Я, конечно, тоже знаю, что это супер везде, я немало. Но хотела бы увидеть вашу иннапритацию. Ну и вообще, чему я ожидаю, это, конечно, я хочу знать менее молодой учитель, преподавателей. Мне интересен сам молодой преподаватель вуза сегодня. Вот как личность, как профессионал, ну, просто как человек. Здравствуйте. Спасибо большое. А сейчас, уважаемая коллега, за своим экономлю, понимаете? Я тоже хочу сказать, поприветствовать вас, уважаемые коллеги. Мне очень приятно, что вы были забрали на второй методический семинар. Я знакома с технологией супервизии. Уверена в том, что мы сегодня получим с вами массу профессиональных знаний, практических умений. Я провожу супервизию, но всегда очень правильно участвовать со стороны в качестве слушателей, чтобы понять, что это значит правильно. В принципе, у меня такая позиция. И в принципе, хочу сказать, что мы проводим супервизию со слушателями в начале, в большей модификации. И хотелось бы, я вам пожелать, чтобы эта действительно замечательная технология стала, вошла ваша в сигнал бенда и технологии, чтобы вы материально используете. Спасибо. Спасибо, Урочка. У каждого из вас есть методические разработки. Внутри вложена образовательная карта. Вы можете туда вносить свои пометки. Если кому-то нужна белая бумага, то, наверное, карьера должна решить. Поэтому вы можете взять. Там есть на последней странице специально встанут для вас свободное место, куда вы можете что-то помечать. И сейчас я, выполняя ваш запрос, проанонсирую очень коротко все этапы технологий, а затем наносим ее и ее попробуем к работе. Значит, первым этапом является выработка правил группового взаимодействия. Здесь мы поступим следующим образом. Мы вспомним те правила, которые вы выработали в рамках педагогической студии, которая проходила 11 сентября. Я предложу вам несколько правил, которые, на мой взгляд, позволят сделать работу в рамках этой технологии более эффективной. Следующий этап предполагает, следите, пожалуйста, за картой, это реализация конкретных проблемных случаев в профессиональной деятельности. Значит, вот этот этап организационно будет проводиться в малых группах. Вы разделитесь на микродруппы. Сколько сейчас у нас Юлия Викторовна человек? Юлия Викторовна? Тридцать есть? Двадцать шесть. Двадцать шесть. По пять человек мы разделимся. Пять, и в какой-то будет микродруппы шесть человек. Значит, вы разделитесь на микродруппы. По пять, и в одной из них будет шесть человек. Затем в микродруппе каждый из вас заявит свою профессиональную проблему, какой-то случай профессиональный, который, во-первых, должен быть лично вашим. Испокоить вас здесь, сейчас. Здесь есть табу. Не выносится для наобсуждения случаев из прошлого и из будущего. То есть, эта проблема ваша, она беспокоит вас здесь, сейчас. Группа, вы его выносите на микродруппу, никак не комментируете. Группа, ваша микродруппа принимает решение о том, какой случай она представит на большой круг. Обязательно используя принцип поострой боли. Если ваши микродруппы будут вступить, для которых решение этой проблемы, ну, вот уже вот здесь прям, вы будете видеть, что есть необходимость заявить эту проблему на большой круг именно этого человека, вы, соответственно, будете использовать этот третий поострой боли. Далее, микродрубы будут работать 20 минут. Почему 20 минут? Потому что это время необходимо для того, чтобы человек сконцентрировался. И каждый из нас готов немедленно вкрышнуть в проблему. Поэтому это время для того, чтобы вы могли пообщаться, подумать, сформулировать свою ситуацию или свою профессиональную трудность. Может быть, вы еще вообще до этого момента и не анализировали незаконно для себя. Она где-то пропитает. Кроме того, проблема может быть мерцающая. То есть она может быть началась когда-то давно, но беспокоит вас и сегодня, и здесь, и сейчас. То есть она тоже является для вас актуальной. Затем модератор не вмешивается в этот процесс. Вы 20 минут работаете. Вообще по правилам он должен находиться. Модератором выступаю я. Соответственно, я буду следить за другого динамикой. И тоже вполне правило, работаю. После того, как вы определитесь с этими проблемами, вы их выносите на круг, и мы определяемся с вами, какую уходную проблему мы будем выбирать в рамках супервизии. Здесь обращаю ваше внимание, что не всегда в рамках уходной супервизии проблема может быть разрешена. Вы можете продвинуться, понять, до каких шагов вы еще не дошли, изменить свое отношение. Супервизия может проводиться по поводу проблемы супервизированного до того момента, пока она не разрешится. Поэтому ожидания могут и не оправдаться, чтобы все прям немедленно, непосредственно в этот момент здесь разрешится. Затем мы переходим к третьему этапу, это задавание уточняющих вопросов. Этот этап организационно будет выглядеть следующим образом. Из нашего большого круга образуется два. Внутренний круг, где будет стоять пять стульев, на одном из них будет сидеть и травизировать. Мы тот человек, чью-то проблему мы будем разбирать. На остальные стулья будут присаживаться люди из внешнего круга, в которых будут вопросы к этому человеку. Как только вы исчерпаете свои вопросы, вы садитесь на свое место, на эти стулья садятся другие. То есть это такие непостоянные места. Но эта работа в внутреннем круге, этот внутренний круг называется аквариум. Возможно, в источниках вы где-то встречали. Далее, здесь на этом этапе самая важная процедура – это формулирование вопросов. Вопросы могут формулироваться по поводу эмоционального состояния, выяснения деталей, прояснения ситуации. Здесь также есть правило. Табу на вопросы причины. Кто виноват, почему это произошло. Задаются вопросы конструктивного характера, которые направлены на прояснение ситуации и на конструктивное разрешение этой проблемы. Вопросы какого плана. Какие шаги уже предприняли. Кто из ближайшего окружения может вам помочь. В чем вы видите свой ресурс. И так далее. То есть вопросы, направленные на разрешение проблемы. Как только мы все для себя проясняем все необходимые нам вопросы, на понимание этой ситуации, мы переходим в четвертую этапу, где мы даем рекомендации суперализируемому по поводу того, как может быть лучшим образом разрешена эта проблема. Да, еще на третьем этапе, я забыла сказать, уважаемые коллеги, мы предлагаем суперализируемому вопрос чудо из разряда. Что бы он хотел, как бы он хотел, чтобы эта ситуация разрешилась для него. Потому что очень часто мы с вами играем в игры виноватые внешние обстоятельства. То есть мы даже не задумываемся, что наши проблемы обслуживают наши интересы. Поэтому вопрос из разряда чуда мы тоже задаем суперализируемому. То есть что бы он хотел, как бы он хотел, чтобы эти глаза разрешились в идеале для него. После того, как мы предложили все свои методические рекомендации суперализируемому, мы переходим в этапу рефлексии, где мы методическую рефлексию с вами осуществляем, не личностную. То есть вот так, если кратко будет выглядеть технология. Сейчас я предлагаю, в принципе, вернуться к первому этапу и вспомнить те правила групповой работы, которые были выводены вами в рамках педагогической студии. Вы знаете, пожалуйста, я тоже для себя их пометила. Ах, пометила. Апознание. Да, это так же было. Но я предлагаю вам начать с того, как мы обращаемся к друг другу. Мы говорили о том, что время это важно. И каждый из вас уже заявил здесь, как бы он хотел, чтобы к нему обращались. В рамках работы, в рамках такой формы работы. Далее вы выбирали правила безоценочных обсуждений. То есть когда ведутся такие формы работы, сознание человека направлено на самосознание, на самоанализ, на рефлексию. Поэтому все, что мы хотим сказать на круг, мы используем в личное обсуждение в единственном числе. То есть это я высказываю. Мы об этом с вами говорим. Я хотела бы предложить вам еще несколько правил для вашего обсуждения, которые, мне кажется, хорошо работают на эту технологию. Первое правило – искренность и открытость. Это правило предполагает честную обратную связь для себя и для всех участников группы, а также позволяет организовать взаимодействие более эффективно. То есть каждый раз хотел бы получить честную обратную связь, истинность высказываний и так далее. Я предлагаю вам это правило на то, ваша задача соглашаться и не соглашаться, какие у вас мнения. Как вы считаете? Я вам покажу, что я принимаю. Другие мнения, уважаемые коллеги? Просто молча, значит. Ну, согласен, согласен. Понятно. Как мне продавать? Молчание – это на согласие. Окей, договорились. Хорошо. И следующее правило, которое я хотела бы ввести, это правило задавания вопросов. Потому что основной формой проведения супервизии является задавание вопросов. И здесь очень важно, чтобы это не было соседу наружках, а чтобы все ваши убеждения, какой-то скептицизм, возможно, какие-то ваши размышления, они превращались в вопрос. Что важно потом на третьем этапе, когда мы задаем супервизированный ряд различных вопросов. Поэтому хорошо воспроявляется в этом отношении активность, потому что чем разнообразнее вопросов, тем быстрее мы сможем прояснить эту ситуацию и помочь человеку разрешить его проблемы. То есть много правилей не ввожу, но это все, что я вам хотела предложить. Принимаете или нет? И, может быть, хотите ввести какие-то свои? У меня есть правила, но я хотела предложить здесь и сейчас. Потому что все, что обсуждаете на супервизии, я предлагаю оставить в стенах 108-й аудитории и не доносить за рамки нашего временного учебного коллектива. Как вы считаете, это конфиденциальность можно назвать, если вы считаете, что да, вы можете... А супервизии вообще обозначает надзор. Знаете, что это прямой перевод, это надзор. Да, если можно, я могу и прояснить это. Увиденно. Это надзор, да. Раньше, когда еще только она стала зарождаться, то с 80-х годов 20-го века она действительно такую функцию и выполняла. Зародилась она во время посиделок у Фрейда, по средам у него были такие посиделки. Ну и в одном из психотерапии. И пришла к нам совершенно верно из психотерапии. И в 80-м году в Америку уже появились первые труды по супервизии. Но сейчас она буквально переводится, как, позволяя, внутрь. То есть сейчас по-другому. Вообще супервизор в английском специально готовилась, конечно, понимаете, коллеги, да? Смотрела, как переводится в английском языке. Это может быть еще и наставник, и тренер. Там по-разному. Там несколько дается определение и значение этого слова. Поэтому буквально как надзор, оно сейчас уже не используется. А мы говорим вот именно о томе такой профессиональной помощи и поддержки. То есть вот таким вот образом. Ну и я оставляю с собой роль модератора, человека, который будет руководить групповой динамикой. И извините, с объединением правил. То есть я предлагаю сейчас нам объединиться микрогруппы. Здесь есть правило не объединяться микрогруппой людям из одного структурного подразделения. Пожалуйста, объединяйте группы таким образом, чтобы не попадали люди из одного факультета или из одного факультета с микрогруппой. А, включили еще? Раз, два, три, четыре. А, тогда кто-то пишет. Психологу, прощите, Ницца. А вы туда. Значит, сейчас мы уже не стоим. Мы не составляем, что мы сейчас. Сколько человек, каждый участник микрогруппы проговаривает свою проблему. Эта проблема должна быть профессиональная. Она не должна касаться ваших личностных проблем. Возможно, даже если они строятся, это все равно относится к другому полю. Они здесь не анализируются. Значит, вы ее только озвучивайте, никак не комментируйте. Вам дано микрогруппу 20 минут. Сейчас без 15, 5 минут мы начнем. Получije那у Рокси. Массейн, колбаса, первый друг banor, два, три, четыре, четыре. Давайте я начну. Дано микрогруппу 20 минут. Принки Derek Snyder, маленький человек Classic 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 Sonic Продолжение следует... 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 Можно тогда, чтобы всем было понятно, немножко предысторить, как в данном случае важно. Я работала в Университете культуры и искусств, и так сошло, что за 12 лет там я отруководила и защитила 68 магистрских диссертаций. И все 60 магистрских диссертаций это были китайцы. В какой-то момент группа сосчитала, что 15 магистрских диссертаций, а это было в прошлом году, 50 страниц 1 магистрская диссертация составляет всего 750 страниц в год. И мне показалось, что если 750 страниц в год напишут для себя в качестве докторской диссертации, то это гораздо продуктивнее, чем продолжать руководить китайцами. Я пришла конкретно в Университет Георгийский государственный федератический, потому что, с одной стороны, я работала на полуставке, мне было интересно, а с другой стороны, я для себя решила проблему, что с этим делать, точнее, как сбежать. И я сбежала таким образом. Но проблема. Проблема осталась. Иди сюда! По этой линии задаем вопрос, что это мы не будем делать. Я сейчас вопрос. А предпринимали ли Вы попытку спросить себя в руководстве, что Вы не хотите руководить медицинам? Предпринимались неоднократно. Он говорил, что я должна, на грузку нет. И у меня со мной на грузка — это просто процесс. То есть, эти часы люди по моему грузку. Да. Спасибо. Витя, скажите, у вас есть какие-то установки по отношению к китайцам как к нациям? Нет, но они сформировались. Пока их не было. Это абсолютно не травма, когда есть магистры, и надо с ними работать, понимать, что перед тобой сидит человек, а не носитель какого-то этноса, преднамежности к нациям и так далее. Постепенно у меня сложилось негативное впечатление от нас именно в процессе моей непосредственно работы с ними. То есть сейчас они в основном негативные? Супернегативные. Понятно. А были ли у вас какие-то моменты работы с регистрантами, уважениями, которые вам доставляли от того, что когда мне было надо работать с ними на тему, и так далее, чтобы были Savannah, самовыдности китайцам, искусства, я узнали еще много, даже солдатами потихоньку на себя есть учащит девкастве. То есть фактически вы получили какую-то恐慌 сумасшедшую kysистку? У нас уже очень так день. Я видела. Ничего не объясняя. Мы только задаем и вопросы. Тогда я ответила. А подкорейцы хотела да я забуду. Пожалуйста, можно потом присесть. Коллеги Сумнев, много свободных. Пожалуйста, если есть вопросы, присаживайтесь. Не обязательно один человек, конечно. Занимайтесь всех. Лидия, скажите, пожалуйста, планируете ли вы продолжать свою научную деятельность, обучаясь, например, в докторах? Да, планирую. А у мой единственный выход. Ваши проблемы, на ваш взгляд, что первостепенно? Низкий уровень подготовки ваших соискателей, с которыми мы работаем, и их низкая только мотивация? Я думаю, что, в первую очередь, низкий уровень подготовки, раз, а во-вторых, отсутствие конкурсного отбора, хотя бы в парусном языке, это два, не говоря уж о специализации. Я как раз только хотела спросить по поводу подготовки русского языка у студентов китайцев. Как хорошо они с вами общаются, и как они могут выразить свои мысли на русском языке, чтобы написать эту магистрскую диссертацию? На бытовом уровне они общаются хорошо. На научном уровне, к сожалению, очень верно осуществляется переход, потому что тот максимум, который с ним в состоянии осить, это взять книгу популярного творчества какого-либо композитора, и оттуда с ней конкретно быть необходимой абзаццией, интуитивно предчувствовать, что примерно в этом не будут спрашивать на экзамене, на защите и так далее. Продолжение следует... Спасибо за историю. Есть ли варианты написания магистрской на китайском языке этими же магистрами? Понимаете, я имею в виду такой вопрос. Во-первых, кто это может предъявить, кто будет руководить на китайском языке? Во-вторых, согласитесь с тем, что у нас два государственных языка обучения. Русский и белорусский. Следовательно, в государственном учреждении образования и защиты. Какой вопрос осуществляется на русском и на белорусском. Спасибо большое. Ваша авторитет, есть вопросы? Всем все понятно в этой ситуации? Прошу, пожалуйста. Детя, скажите, пожалуйста, на первой встрече со своими китайскими магистрантами задаете ли вам какие-либо правила? Оговариваете ли вы алгоритм, либо правила работы? Да, я заболю любить правила. В общем, это правило, где я распечатывала, когда вы сдавались по любимой цели через переводчика, с которым они присутствуют. Но эти правила у них теоретически не придерживаются. И с каждым пойдет ситуация ухудшает. Если они не придерживаются правил, какие санкции за них уводятся? Я могла пожаловать за следующие кафедры. Но что за следующие кафедры говорила, что я должна и на чём-то придумать. Скажите, пожалуйста, как с ними построена работа в течение года? Я реквизовала, они приходили с пилотчиком, приносили что-то, как я понимаю, с интернета и так далее. И с честными глазами, и со связами, я не забывала, я забыла, я забыла, я сама писали. Это будет. И в качестве даже доказательств, как оставать можно на телефон, набирать, показывать ей, вот смотри, десеркет, литерочка, и так далее, и так далее, вот эти тексты. Я не понимаю. А как вы реагируете на такие пройдения? В какой-то момент я просто абстрагировалась и перецеплывалась на стеклянную стену. То есть, а не там, я тут, и мне надо решить ситуацию для себя. Какую помощь вы привлекаете к вам из заведующего кафедра? Я пыталась говорить в учебном отделе, мне говорили, что это деньги, которые приносятся в университет. И я не знаю, какие эмоции вы испытываете по этому поводу, что вы переживаете. Ничего уж, кроме искусства. То есть, просто дестап. Вот есть такое понятие дестап. И вот в данном случае коллеги обратили внимание, что какая-то здоровая стоимость и истерический смех. Как это результат, мы его выколотим. Почему может складываться ваша нагрузка, кроме магистрской диссертации? Я могу преподавать фортепиано. Я пианист, я уряд международный конкурс. И, собственно говоря, фортепиано. Я счастлив и преподаю на факультете эстетического образования. Я могу считать лекции по истории искусства. В данном случае, либо это история музыкального искусства, либо история изобразительного искусства. Я могу считать лекции по методике преподавания фортепиано. У меня есть ситут своих авторских разработок для дошкольного возраста. Лего-будки, Лего-Литм и пункт «Ноги и ладошки». Это пункты на авториатуре Лего. Я считаю на повышение квалификации. Значит, это повышение квалификации в Блуке на Леновском. И я этот же курс опробировала на повышение квалификации. Здесь вам был нашим. Нашим. Хорошо. Скажите, пожалуйста, когда вы пришли сюда на работу, вы обозначили свои приоритеты? Какую нагрузку вы хотели бы иметь? Да, я обозначила свои приоритеты, что, понимая, что сложившиеся в 15-15, я не возьму максимум двух для готовых. Не надо. Это для души. То есть сейчас ваша нагрузка включает только два китайских магистрат. Скажите, пожалуйста, поменялись ли ваши подходы к организации их научного исследования в рамках обучения магистратуре? В данном случае подходы сейчас на кафедре вырабатываются. У нас есть на кафедре ответственные за работу с питательными магистрантами. И у меня очень радует, что все преподаватели идут единый фронт. То есть нет такого, когда китайцы ссылаются, что у этого так, вот я по этому не мог, а я подменяю тему. А вот кто-то будет, значит, там или добренький, или можно ему, там, в общем-то все, что угодно. Здесь пока я вижу, и меня это очень радует с учетом моего опыта, что это единый фронт. То есть я знаю, что у всех преподавателей единое требование. Скажите, пожалуйста, те китайцы, которые вы получили сейчас, они уже испытывают в отношении себя вот тот негатив, который накоплен вами? Я стараюсь себя сдержать, постоянно напоминаю, что это другой, другая сфера, другие люди, и в данном случае коллеги поддерживают меня, чтобы не ставить отношения по другому. Что такое интересное? Меня интересует вопрос. Скажите, каким образом отдыхать от работы? То есть ваш отдых, он еще складывается. Ну, я очень люблю гулять со своей собакой, я очень люблю участвовать в каких-то концерках. Я очень люблю, когда мне студенты дурят голову по каким-то творческим проектам, я всегда это охотно поддержу. Я очень люблю просто копаться в железяках своего мужа, программист, и там вот если он мне хотя бы что-то парчить, припонятели, прикрутить, надо быть согласным. А значит, у меня здесь еще работа, если я не приходила, плюс-минус, я не начала, ничто не взорвать. Это, например, последний раз в выходах, он требует поднять на блок питания в компьютере, и я, вы знаете, как мне все спорные смотрели, потому что он уже прошел несколько дней, но как музыканты я не смогла это сделать. Сама, курт и дурят. Я бы вам посоветовала сесть и разложить для себя в голове, в голове, в голове, в голове. То есть вот если сейчас я иду, ну, грубо говоря, на такую жертву, трачу свое время, спасимость, свой интеллектуальный труд на то, что я пишу за кого-то магистерские диссертации, стоит ли вот это сейчас время, перед работой, того большого института, который, может быть, я достигну, ну, вот, средствами того, что я сейчас должна это делать. То есть, грубо говоря, если я отказываюсь писать, там, грубо говоря, магистерскую работу, курировать с магистерами, меня, наверное, скорее всего, дадут в университетах, у меня уходит из университета, это будет одно развитие событий, либо я пишу сейчас эти диссертации, потом, там, у вас есть возможность, вы сейчас, да, будете учиться в докторатуре, защитить, ну, потом это все, да, исчезнет, эти китайские регистраты, я так понимаю. Вы должны, да, нет, попытаться решить, стоит ли вот это сейчас жертва того результата, которого вы в итоге хотите достигнуть. Если вы уже сейчас понимаете, что она не стоит, это надо завершать, потому что, ну, систему мы в данном моменте сами она вызвать, не сможете. Спасибо. Еще, пожалуйста. Пользовать ваши наработки, которые вы получили в процессе написания магистерских диссертаций в собственных, уже профессиональных интересах, для написания докторских и так далее, может быть, какой-то монографии, книги, либо еще чего-то для того, чтобы подать этот материал. Либо-либо для профессиональной деятельности, для того, чтобы установить какие-то консерции, правила на работу уже с китайцами и посоветовать преподавателям, как правильно это сделать, по-вашему. Спасибо. Может, открыл свой бизнес? Помните, по-моему, это прежде всего есть в родном бизнесе, можно показать. На шклассе реальный… Да? А вы нести в ту институцию? А мы definitions? Давайте все выключаем. Конечно. Все, мы шли. Спасибо. А, понятно. Ваша рекомендация. Хорошо. Еще коллеги, есть ли у кого-то рекомендации для разрешения этой ситуации? Какое утроIS дело? Наступил уже тот возраст, имеется тот уровень профессиональной подготовки. ...которых вы принимаете в себе на руководство магистрантам. Если эти правила не выполняются, значит дальше разговор не продолжается. Это касается правил на уровне организации. Это очень хорошая вещь, и сегодня, вы видите, в образовании постоянно выстреливают какие-то случаи, связанные с тем, что такие правила вообще не обсуждаются, никогда не вводятся. Потом читаешь, и ты удаешься. Напомнили, учить ее алгоритм действия в стрессовой ситуации. Как его можно напомнить, если его никто не знает? Как можно напоминать о том, что вообще никогда человек в своем знании даже не видел? О чем здесь можно говорить? К любым ситуациям у человека должна быть подготовленность. Понятно, что сейчас мы оказались в всех такой ситуации, когда прибывает количество иностранных студентов, а опыта у нас еще не было. И опыт появляется спонтанно, когда мы эту ситуацию начинаем уже примерить на себя, работать с ними. Мы учимся, и, соответственно, раз мы люди, работающие в университете, то, мне кажется, для нас это важно. Быстро перестраивать и реагировать на ситуацию по этому правилу. Это обязательно то, что должно быть принято. Как на уровне организации, так и на уровне вашей личной работы с магистрантами. На первой встрече вы оговариваете. Значит, ваше превращение в русском должно быть вот таким. Мы с вами встречаемся. Раз, два, три, четыре, пять. Каждый раз вы должны выходить вот с таким-то материалом, иметь вот такие-то вопросы по тому материалу, который вы проработали. Потому что если вы эти правила изначально не предлагаете, потом накапливаете отрицательные эмоции, и вас раздражает эта работа, то в первую очередь надо понимать, что вы руководитель процесса. Мы очень часто идем играть в такие игры. Что за студенты нам даны? Да их невозможно научить. Но если мы посмотрим ситуацию, сдвинем рамку и посмотрим ситуацию, что мы преподаватели, и мы владельцы этих процессов, значит, мы в первую очередь должны сделать что-то, принять какие-то шаги для того, чтобы эта ситуация изменилась. Нельзя обвинять странную семью, еще кого-то в том, что пари нормы, низкий уровень знания русского языка. Все это понятно. Но если эта ситуация возникает у вас, то начинать ее нужно раскручивать, в первую очередь, с того, что сделали вы для того, чтобы решить эту проблему. Какие ваши шаги для того, чтобы оптимизировать этот процесс, сделать для себя его комфортным. Понятно, что вы как взрослый человек не хотите находиться в ситуации бесконечного написания работ за других. Значит, для этого вы должны перестроить свою работу, изменить ее таким образом, чтобы даже те магистранты, в отборе которых вы не участвуете, все равно подчиняясь вашим правилам. Если нет, то знаете, алгоритм запускается в ту ветку, откуда произошел сбой. То есть правило, на мой взгляд, это важная деталь. Второе, ваше понимание себя в этом процессе. Вы руководитель, а не рабочая сила и генерал в этом процессе. И если вы соглашаетесь на такие условия, значит, вы вовремя не умеете сказать «нет». «Нет» можно говорить абсолютно любыми способами. Человек, который на все соглашается, вы знаете, никогда никого не устроит в итоге. Поэтому сказать «нет» любому руководителю таких принципов, таких способов, таких техник отказов, миллионы сегодня есть, они описаны в психологической литературе. Как можно отказаться с аргументами, без аргументов, дипломатических и так далее? Соглашаться только на те вещи, которые устраивают вас. Вы имеете уже статус, понимание. И если вы ведете эти правила, жизнь будет меняться, будет начиняться тем правилам, в рамках которых вы хотите организовать свою профессиональную деятельность. Я вам советую всегда начинать с себя, потому что обменять других обстоятельствах, это только, знаете, как добавлять в этот стакан с негативными эмоциями, превращать его в сосуд. Сосуд превращает вообще в необъятное количество. Понимаете? А все наши негативные мысли роятся. Мы люди любим, знаете, из мелкого рояда, особенно с коллегами, если обсудим. Это все, естественно, приобретает такую окраску. Следующее, что я хотела бы вам пожелать. Иметь в своем окружении людей с позитивной энергетикой. Потому что люди, которые мыслят позитивно, которые ищут жизнь положительная, они усиливают вашу энергию. Уже есть исследование. На 11% каждый позитивный человек усиливает вашу производительность. А токсичные люди обесточивают вас сразу на 100. То есть посмотреть, сколько вокруг вас людей, которые вас могут поддержать, и сколько людей, которые забирают у вас эту ценную энергию, которую вы должны тратить на созидание. Чего-то ради этого приходит, собственно говоря, делать добро и тратить на созидание. Ну вот, пожалуй, кто хотел бы что-то добавить еще. Держитесь. Я сейчас вам задам нужный вопрос. Спасибо вам большое. Вы действительно сейчас нам не придумал, озвучили такую острую проблему. Причем эта проблема касается не только работы с иностранцами. Эта проблема обслуживает и те проблемы, которые заявляли люди по ходу неподготовки студентов к учебным занятиям. Почему мне нравится супервизия? Потому что здесь нет людей, которые случайно сюда зашли. Расбирая вашу проблему, она начинает касаться каждого. И каждый уже думает и прорабатывает ее на своем уровне. И пройдет еще день или два, и будете замечать, что все равно вы возвращаетесь к этим вопросам. Я благодарю вас за вашу открытость, за вашу честную терпитацию этих вопросов, которые вам задавали. И сейчас я хотела бы перейти к следующему, последнему этапу этой рефлексии. Скажите, пожалуйста, какие металлические рекомендации, которые вы здесь услышали, вы примете? Я в первую очередь приму правила. Более того, я их не просто в вкусной форме озвучу. Я, наверное, просто куплю ледничок для учащихся там первых, четвертых классов. И буду конкретно записывать время встречи, что было на этой встрече, перевистывать листик и вписывать задания. Чтобы потом, по итогу, иметь возможность проанализировать. Посмотри, мы встречались. Такого-то, такого-то, такого-то числа задание не будет умено, оно повторяется, оно постоянно переходит для того, чтобы, скажем так, самому иностранцу было понятно, что у него нет прогресса, нет такого роста. Вот эту рекомендацию я возьму. Умение сказать «нет». Я это признаю полностью, понимая, что, с одной стороны, как бы ножницы, на работу нужна, на пульска нужна, она продается таким образом. Наверное, здесь была моя недоработка, когда вроде позволяешь оно себя продавливать, то есть по его решению обесценивать. Признаю. Позитивная энергетика. Я, как бы, ушла в позитивную энергетику, то есть, точнее, я пришла вот туда, откуда меня в свое время собирали. Я, повторюсь еще раз, в 2004-2006 работала на музыкальном, в 2006-м факультете внешней заведующей кафедры, подсказывала мне, чтобы тогда она не была заведующей кафедрой, коллеги в дуле, которая, что я называю, не терялась, и так далее, и так далее, и так далее. И в данном случае, когда я уже, чтобы понять, а как у другого друзья что происходит, и как этот фокус чудо, вот что бы ты видна хотела, сказала, просто хотела бы выскочить, работать на себя, как вот, выскакивай, давай вперед. То есть, для меня чудо вот в этом. У меня, да, но все равно меня, как бы, грызет внутри червячок, такой, значит, опасения, чтобы по-другому сложилось, я поняла, что мне не избежать научного руководства, но действительно, выработайте в себе вот такие нестяжные правила, которые позволят отсекать и не позволять эти вот моменты. Скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете, и было ли это все время у нас для вас полезным? Да, я чувствую себя гораздо легче, в том плане, что наконец-то я позволила себе выплеснуть в свою скорость, и проговорите проблему не дома, на пункте маме, которое вы теперь все понимаете, налью чаю, вы скажете, дочень, выносите всякое. Держитесь. и налью чему. чтобы потом все говорящие в этом критерии видят чей-то такой опыт и знают, что такой конкретный человек есть я думаю, что это делается не быстро, я просто понимаю, что есть система, но система учащихся продерживая мысль эта тема должна где-то меняться мы смотрели, пытались геомонтики, так они выбирают учителя, учителя дают не ответственность, я не возьму ученик там, японский, японский именно время вопросов уже закончилось, человеку хорошо, может последний вопрос, какую первую шапку сделаете на своей работе уже завтра? я это сделаю прощаться, я не буду поменять, а вы поспать запись спасибо присаживайтесь, пожалуйста, уважаемые коллеги, соблюдая регламент, мы поставим последний вопрос эффективный что для вас сегодня было важно? кто готов начинать? для меня было важно узнать, что приходится в первую очередь, увидеть, как реально реализоваться это может, правильно голосовать, обучение и хочу еще отметить, что для меня было не важно, а интересно очень зрители я уверена, что у вас все получилось я просто сочетала количество страниц и даже если предположить, что это было затрачено там, как говорится, и повторы, и цитаты и сбросить даже 50%, то 750 на 2 определить, то все равно хватает для того, чтобы было поработать на себя все получилось а еще хотела сказать вам большое спасибо это к вопросу о том, что супервизия работает, что ты обсуждаешь, да, вопросы вроде поедина каждый был в этом резервную ситуацию и вот ваши экспериментации вам были важны мои экспериментации спасибо вам белым, правым, когда девочки не ходят я уже говорила, в начале снятия, у меня была возможность как, да, и я это увидела большое спасибо за то, что было четко представлено как технология реализуется я уже вижу, в принципе, что мое первое занятие со студентами, которые спрашивают спракции, педагогическое, оно было бы пример на таких вещах спасибо большое Наталья спасибо Идея для вас для себя я зависело алгоритм и умение что мы не веримся дальше пока не будут не наступны потому что это возможность сдвинуть рамку посмотреть, что может быть это не моя проблема а моя возможность для того, чтобы изменить что-то в своей профессиональной деятельности с подходом снаряда от твоего пожалуйста, Владимир мне тоже было интересно вот сама вот эта технология потому что я как-то не понял я слышал об этой технологии как и не уникал и как и не говорилось что в этой некие потребности ну то есть не то что казалось бы я не знал что это не знаю что это это с одной стороны с другой стороны что было очень полезно вот именно сама вот эта структура проведения вот такого занятия действительно проблемы тут возникали у нас проблемы общие вот мы слушаем и иностранные студенты и мотивации студентов и распределение нашего времени то есть это все наши проблемы тут никто ничего нового такого такого нет не сказал то есть это наши проблемы действительно и вот сейчас можно вот у меня тоже говорили мы здесь по поводу мотивации наших всех студентов даже не регистральных студентов то есть мотивациями тут надо попробовать вот по такой технологии с ними пообщаться чтобы выяснить может быть тогда мы найдем точку себе представления куда нам нужно направить свои усилия что-то в процессе именно это спасибо то есть вот что я думаю что вот это технология она очень хорошо будет работать и при разборе всех различных педагогических проблем с которыми салатывается сам педагог он может проработать эту технологию как со студентами так и вне вуза вне аудиторной ситуации и хочу поблагодарить вас за то что вы дали очень ценные советы по поводу системы алгоритма то есть любая проблема она решается на основании выработанной системы и мы об этом забываем и еще вы напомнили нам о том что нужно окружать себя действительно позитивными людьми которые с чувством юмора которые носят какое-то солнечное настроение потому что негатива и так достаточно в нашем окружающем мире поэтому напомню вам опять же что позитивные люди они действительно делают наше расстояние спасибо что если вам интересно почитайте книгу то что много интересных вещей предлагает для работы причем она описывает исследования в Америке произвела на 16-м году достаточно такие эксперименты были выведены то что у нас к сожалению не проводится но очень интересно работает на персонал на команду конкретного человека вообще там замечательные у него есть советы и Таня и Карима израильского происхождения работают сейчас в городе в Америке мне было очень приятно присутствовать сегодня на нашей встрече во-первых потенциал преподавателя нашего дня всегда на разных мероприятиях убиваю и сейчас я сидела просто в восторге от того что это очень похоже на работу психологов как психолог работает а поскольку большинство из нас действий присутствующих не психологи то насколько вот можно переносить и коллеги владеют этим переносом может быть невольно даже вот внедрение психологической талии в качестве процесса я просто надеждалась этой ситуации поэтому я очень горжусь вечером спасибо большое спасибо тоже за то что технология понятна понятно как ее можно повторить потому что иногда бываешь смотришь но не знаешь как это повторится интересно идей проблему можете повторить спасибо 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 я тоже хочу поддержать на начало скажу что очень легко включилась процесс на втором часу работы сразу проблемы были обозначены и действительно те которые близки каждому из нас и основной вывод что конечно пока сам не начнешь предпринимать какие-то какие-то шаги в каком направлении безусловно все рекомендации извне будут ну так это вошли и вышли поэтому первый шаг это значит я сама лично должна решать сделать атмосфера доброжелательная спасибо владителю сегодня вот и своим каким-то эмоциям впечатлениям и даже определенное решение она сама уже и проговорила в процессе и в принципе бояться тем почаще тоже это хорошее средство для того чтобы реализовывать свой интерес вот еще какие-то в о и в в в в и в и в и в в и в и в в в и в и в и в в и в и в и в и в Во-первых, были всегда в состоянии комфорта для взрослого человека, это важно. Во-вторых, чтобы у нас не накапливались отрицательные эмоции, и пресловутые профессиональные выгорания. Потому что если что-то очень долго не решается, у человека начинается спар, обказ от деятельности, вот эти вещи все профилактируют те проблемы, которые могут возникать. Поэтому мои ожидания, в принципе, я предполагаю, что оправдались. И благодарю вас всех, Леонора. Я думаю, что надо было, я донесу до студентов, что есть такая форма организации, и которая может им помочь, как они будут, это уже как бы организовывать в школе, или мы покажем вам, как это может быть организовано. Ну, вот это тема для студентов. Спасибо. Спасибо. Мне было очень интересно, что такое супервизиное, посмотреть, как это происходит. Потому что я не преподаватель, и для меня на самом деле, и для каждого методического семинара, мы все равно работаем. И сейчас, если меня будут спрашивать, что такое супервизия, люди, которые идут к нам на квалификацию, на стажировку, я не смогу объяснить, что это такое. Я очень понравилась. Спасибо. Я хочу сказать всем спасибо за то, что у нас сегодня была какая-то очень такая творческая, продуктивная, активная, эмоционально положительная успеха, что все были настолько положительно настроены даже к нашему непосредственному участнику, что, наверное, все получили какой-то положительный заряд на сегодня, и даже я с ней как-то дожила. Да, вы не хотели, а вы делали позитивный комплекс, что вы оживили, это правда. Вот, поэтому спасибо. Было очень интересно, и я думаю, что в пятницу уже начнем. Привет. Спасибо большое. Ирина. Спасибо. Спасибо. Я тоже хочу сказать, что я ту цель, которую я себе поставила, у меня ее достигла. То есть я увидела, как я сегодня готовилась на практике, да. Ну, и отдельно хочу сказать спасибо всем за определенное правило такой искренности, такой верности, заинтересованности всех в одной решаемой задачи. Может быть, одна в отдельном взяток, только два тебя, может быть, и всем на поисказе духовной. Спасибо. Спасибо. Я здесь уже видела, как правило, такая технология, и опять же услышала от сотрудников как-то Института переподготовки и повышения квалификации, о том, что у них очень много психологических всяких предложений, установок, и это все работает, и вот рекомендации каких-то книг, да, и что это можно потом использовать и в личной жизни, и на работе со студентами. Спасибо. Спасибо. Хочу рассказать, я не хочу очень благодарность руководителю сегодняшнего семинара, потому что действительно она нас как-то вот сплотила, и вот эта приятная атмосфера, которая здесь сегодня происходила, она в свой воздух благотворный, меню ботистов, в моей нервозности. Конечно, я пополнилась на небольшом, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok